Здравствуйте! С вами Универ Ньюз и я, Дарья Курмышкина. Сегодня в эфире. В Куфу прошло совещание по приему студентов на 2019 год. Известно имя победительницы конкурса «Краса студенчества Республики Татарстан». Финал фестиваля «Студенческая весна-2019» успешно прошел в Куфу. 15 апреля в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло очередное заседание ректората. На нем были подняты вопросы подготовки университета к проверке Рособорнадзора, мероприятий Департамента по молодежной политике по празднованию 215-летия университета. Обсудили договоры Куфу с рядом важных промышленных предприятий, базирующихся в Татарстане. Важное место было уделено идее о создании студенческого технопарка. В конце заседания были подведены промежуточные итоги сотрудничества Куфу с вузами Республики Узбекистан. Подробнее мы расскажем вам в следующем выпуске. А сейчас – другим новостям. Вблизится пора приема новых студентов в университеты. Но не только абитуриенты готовятся к вступительным экзаменам, но и вузы. Как подготовка проходит в Куфу, мы расскажем вам в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось совещание по приему на 2019 год. В нем приняли участие ректор Куфу Ильшат Гафуров, проректоры и руководители структурных подразделений. Участники обсудили вопросы подготовки приемной кампании, в частности, составление экзаменационных заданий. Для каждого предмета должна быть шкала оценивания и минимальное количество уголов, то есть для прохождения. Это утверждается самостоятельно, но вузом мы по каждому предмету обязаны вот это все дело утвердить. Поэтому я и собираю и шкалу оценивания, и критерии. Вы видите, там есть и ошибки, и проблемы. Также важной проблемой является отсутствие инструкции по заполнению заданий, что усложняет поступление иностранных абитуриентов. Иностранные студенты нам нужны не только потому, что у нас оценивают по этому параметру и все международные рейтинги, и внутристорновые мониторинги и рейтинги, но и нам, по-простому говоря, у нас достаточно неплохой доход. Артем Топичкин, Ленарда Влитяров, Универньюз. Как сообщает РИА Новости, Казанский Федеральный Университет совместно с компанией Татхимфар препараты впервые представили на 47-м международном салоне изобретений в Женеве препарат, повышающий эффективность терапии рака, а также лекарства от артрита. Международный салон изобретений проходил с 10 по 14 апреля. Казанский Федеральный Университет впервые привез на выставку в Женеву свои разработки двух препаратов. Их тесты на людях должны начаться в нынешнем году. А мы продолжаем. В субботу 13 апреля с визитом в Казанский Федеральный Университет прибыла делегация из Туркменистана. Подробнее расскажет Анна Глазунова. 13 апреля Казанский Федеральный Университет посетила делегации из Туркменистана. В рамках визита для гостей прошла экскурсия в Музей истории КФУ. На сегодняшний момент всего в Казанском Университете обучается 1525 граждан из Туркменистана. Подготовка в стенах этого высшего учебного заведения, как мы видим, дает большие возможности для нашей молодежи. И мы очень уверены, что в таком известном вузе наши студенты получают очень качественное образование. И мы очень надеемся на дальнейшее развитие нашего плодотворного сотрудничества. После экскурсии состоялась встреча в Голубом зале, где обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Также прошла и встреча со студентами Туркменистана, которые обучаются в КФУ. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Обсерватория Казанского Федерального Университета пригласила в гости всех, кто интересуется манящим и загадочным космосом. Как прошел день открытых дверей, расскажет Юлия Маркушина. Сегодня в честь Дня космонавтики обсерватория Казанского Федерального Университета открыла свои двери для всех тех, кто хочет узнать что-то новое о космосе. Здесь можно увидеть настоящий метеорит, посмотреть на звездное небо и даже узнать свой вес на разных планетах. На День открытых дверей пришло много желающих, ведь обсерватория – это место, где архитектура прошлых столетий сочетается с новейшими высокими технологиями. Как полагается любому современному планетарию, у нас совмещена в звездном зале система цифровая и оптика механическая, что, в общем-то, делает наш планетарий правильным. Во время бесплатных экскурсий сотрудники обсерватории знакомили гостей с историей Казанской астрономической школы, демонстрировали метеориты и инструменты, объясняли, как работают космонавты и инженеры-конструкторы, как выглядят планеты и какого они размера. Также можно было увидеть Луну и Марс при помощи телескопа в главном здании обсерватории. Прикоснуться к космосу проще, чем нам кажется. Достаточно приехать в обсерваторию и увидеть звездное небо во всей его красе. 12 апреля стало известно имя победительницы конкурса «Краса студенчества Республики Татарстан». О самых ярких моментах этого события расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Грациозные, красивые и талантливые. На сцене 16 девушек – это студентки из разных вузов со всего Татарстана. В Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел финал конкурса «Краса студенчества Республики Татарстан». Когда ты побеждаешь на республике, становишься красной студенчества Республики Татарстан, это привилегия, безусловно, но это еще невероятная ответственность. Среди финалисток – это три студентки из Казанского федерального университета. Студентка третьего курса Института экологии и природопользования КФУ Лиза Адеева в конкурсах красоты участвует с 2017 года. Все началось с МИСКФУ 2017, а потом титулы первой вице-красы Башкортостана. Вроде бы очень давно участвую в конкурсах, но каждый раз, когда прихожу на конкурс, подготовка к дефиле самая сложная оказывается. Каждая участница демонстрировала на сцене свои творческие способности. Со сцены звучали песни и стихи, можно было увидеть зажигательные танцы и театральные постановки. Не обошлось без дефиле и интеллектуального застязания. Я хочу доказать, что медики умеют не только учиться, но еще и талантливые и вообще разносторонние. Мы поинтересовались у девушек, какие качества они ценят себе больше всего. Честность, пунктуальность и моя улыбка. Наверное, сила воли. Я на репетиции повредила ногу, но все равно смогла выступить. Красой студенчества Татарстана стала студентка КАИ Айлина Юсипова. Корону победительницы вручил министр по делам молодежи Дамир Фатахов. Анна Глазунова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Подведены итоги одного из самых ожидаемых праздников молодежи. Фестиваль «Студенческая весна-2019». Подробности с места событий в следующем сюжете. 12 апреля Казанский федеральный университет представила свою конкурсную программу в рамках республиканского фестиваля «Студенческая весна-2019». Как и в предыдущие годы, Большой зал Уникса вновь был переполнен. Самым ярким студенческим командам предстояло в очередной раз покорить сердца жюри. В этом году финал «Студенческой весны-2019» Казанского федерального университета состоялся в День космонавтики. Выступления команд буквально отправили зрительский зал в полет по необъятной галактике, созвездиями которой выступили лучшие университетские коллективы. Представленных в номерах танцами, песнями и шутками студенты показали этапы завоевания человеком воздушного пространства Земли и галактики. Мы придумали космическую тему и решили показать несколько экологических проблем и других довольно-таки философских проблем, которые, я думаю, нам удалось показать и донесем мы до зрителя в лучшем свете. Традиционно фестиваль посетили почетные гости. В этом году ими стали представители Министерства и ведомств Республики Татарстан. Мероприятие началось с приветственных слов ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Практически все, которые из коллектива выходят на эту сцену, они становятся уже профессионалами своего дела, как бы их не оценивали. Поэтому огромные слова благодарности нашему студентству. Лучшие представители студенческого актива продемонстрировали свое мастерство, талант и креативность в конкурсной программе. Физера не поздравляю всех победителей и призеров, потому что действительно, наши студенты Казанского федерального университета самые талантливые, самые креативные и самые лучшие студенты. Зрителям столь зрелищного шоу Казанский федеральный университет подарил незабываемые эмоции, а участникам осветил дальнейший путь для развития фестиваля. Я выступал на первом курсе на Суд весны, поэтому я разделяю все это волнение, все это трепещущее чувство у всех актеров, которые выступают. Главной наградой фестиваля, абсолютным гран-при, был награжден юридический факультет КФУ. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. С вами была Дарья Курмышкина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok